Марка Лянчая выдает новости редко, ведь ее единственная модель это небольшой хэтчбэк Ypsilon. Продается он только в Италии, но все еще бодро. Это вторая по популярности модель родного рынка, которая пару лет назад умудрилась обойти всю компанию Alfa Romeo, предлагающую не одну, а четыре модели, и не только в Италии, а по всей Европе. В другой ситуации 10-летний Ypsilon логично было бы прикончить, но концерн Stellantis вдруг решил продлить жизнь и ей, и всему бренду Лянчая. Более того, нестареющему малышу перепала порция обновок, вроде другой решетки радиатора и свежих обивок сидений. Плюс дорогие версии, наконец, обзавелись современной медиа-системой. В плане техники совсем ничего нового. На бензине работает 1-литровый трехцилиндровый атмосферник, дополненный 12-вольтовым стартер-генератором. Но в Италии популярны газовые версии. Пропановая версия – четырехцилиндровая, а на метан переведен двухцилиндровый моторчик Multi-Air. Добавим, что итальянцы предлагают только механические коробки, а стартовый ценник – аж 15 тысяч евро. Кто уже точно собрался на покой, так это фордовские однообъемники S-Max и Galaxy. Но чтобы представители увядающего класса продержались еще пару-тройку лет, им внедрили простенькую гибридную установку от родственной KUGY. Впрочем, гибридность вышла чисто номинальной. На электричестве можно лишь бесшумно тронуться да немного прокатиться. Но не более того, ведь емкость крохотного аккумулятора чуть больше 1 кВт-часа. С другой стороны, выбросы углекислого газа удалось снизить на 10%, а по расходу топлива новая версия не уступает дизельной. И это аргумент для тех, кто после так называемого дизель-гейта считает машины на солярке грязными. Выпуск родстров Lotus Elise начался аж четверть века назад. А родственное купе Lotus Exige появилось 5 лет спустя. Столько не живут, наконец постановили англичане, анонсировав отставку обеих моделей. Прощальная серия машин порадует фанатов расширенным списком опций. Особенной отделкой салона, виртуальными приборами и даже слегка форсированными движками. Прощание должно пройти без слез, ведь через несколько месяцев Lotus представит троицу полностью новых моделей. Спасибо китайской Джоли, что щедро профинансировала английскую марку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова